Друг, не верь женщинам. В сказке, которую я читал, написано «Не слушай женщин». Это неправда. Оказывается, нужно верить. Нужно увидеть в них хорошее. Это хорошо. Хорошо, что ты это понял. Керем, я не нахожу себе места. Не переживай. Ты был с ней груб, но разве ты не попросил у нее прощения? Теперь тебе просто нужно хорошо с ней обращаться, и все. Значит, ее муж умер в автомобильной катастрофе? Она не говорила тебе об этом? Нет, она не разговаривает со мной. Она сказала только, что он умер. Она вся в долгах. Бану рассказала. Заняла деньги у всех своих друзей. Теперь понятно, почему она не ушла с работы. Ты же говорил, что отругал ее прелюдия. Если бы вместо нее был другой человек, то давно бы ушел с работы. Может, на Новый год дадим ей премию в размере двухмесячного оклада? У нее очень много долгов. Хорошо. Что за ночь? Я умираю от скуки? Почему мы стали такими? Не знаю. Парень, еще одну порцию. Если ты когда-нибудь влюбишься, не говори, что не отдашься чувству любви. Оказывается, такое бывает. Откуда ты это взял? Из сказки «Тысяча и одна ночь». Мы знаем это, но почему именно это предложение? Или ты влюблен? Нет, откуда ты это взял? Я до этого уже тысячу раз повторял эти слова. Наверное, еще не родился человек, который может зажечь в моем сердце огонь любви. Если ты ждешь этого дня, придется долго ждать. Ты должен сам искать друг. Ты должен сам замечать о любви. Если это не поможет, если я встречу свою любовь, я могу ее потерять. Перестань, я устал от этого места. От наших разговоров? Нет, я сегодня не хочу портить свое настроение. Посмотри на наш вид, завтра выходной. Друг, мы оба подались к грусти. Может, встанем? Ладно, давай, официант, счет, пожалуйста. Я хотел у Бану кое-что узнать, совсем забыл.